Да, слава Богу! Аллилуйя! Хорошее слово! Как отец Алисея стал молиться там, что этот гроб там открыть? Такая благодать вообще! Так классно, так помазано! Действительно, часто заваливаем мы камнями то, чему мы должны быть как раз открытыми. Ой! Аллилуйя! Просто, просто... Аллилуйя! О, как хорошо! Слава Богу! Как хорошо и приятно братьям собраться вместе как хорошо и приятно все собраться вместе как все все как все 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 и все 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 С Богом собраться вместе, как хорошо, как хорошо, очень хорошо, как хорошо, как хорошо, с Богом хорошо, как хорошо. Хорошая песня такая, мне можно бесконечные песни, как и собрать, прекрасно, слава Богу, да, и князь века сего изгнан, действительно, хотя он до сих пор выступает и говорит, я легитимный, как президент, и все, вообще наглость, и вообще ему все, Божья Россия, он очень наглый, да, он с претензиями, что я князь мира сего, он пытается, знаете ли, вот как бы убедить людей, ну неверующих, это ему очень легко удается, но, к сожалению, даже верующих. Людей убедить, что вот в этом мире он хозяин вообще, вот я вот брал литературу, вот на днях тоже проходил, там следители ГОБы стоят, значит, ну, говорю, вам-то они уже надоели, а я уже по ним соскучился, в России их нет уже, для меня такая диковинка, говорю, а можно с вами селфи сделать, вот так, ну, как бы, я не разделяю ваше учение, говорю, значит, но, говорю, ну, мне радуется, что вы стоите здесь возле метро, говорю, ну, вот как-то не знаю, вы тоже приелись уже, вам уже, но все в сравнении познается, но вот тоже, когда с ними общался тоже, вот у них своя фишка такая, что вот это этим миром дьявол правит, правит он, он бедный, вот он как бы вот, ой-ой-ой-ой, думаю, вот, вот, жалко человека, который думает, что вот он под властью дьявола, значит, и здесь дьявол хозяйничает, и что, якобы, Бог сейчас, он, как бы, самоустранился, где-то там на небесах, где-то там, ну, как вот, как Ленин говорил, там, еще тогда, страшно далеки они от народа, вот, как бы, вот, и Бог, как бы, по их пониманию, получается, страшно далек от народа, от простого человека, да, он поддерживает их здоровье, но он, как бы, сейчас ничего не совершает, не благоставляет, не исцеляет, не освящает, вообще, думаю, что такое, да, Ну, хотя в православии тоже есть такие сектанты, такие, вот, старобряцы, допустим, беспоповцы, и вот они тоже верят, что Дух Святой, якобы, покинул уже нашу планету, вот, притом давно уже, еще в 1666 году, конец 17-го столетия, вот, да, тогда, когда так совпало, 1666 год, вот, три шестерки к ряду, как раз, вот, и обязали всех православных христиан креститься еще пустью, тремя перстами, вот, значит, до того двумя, а это тремя, и было сказано, что кто, потом, значит, законы, даже государственные даже принимались тогда, особенно при Ане и Ановне, императрице, были приняты законы такие, что драконовские, что даже нельзя было ни продавать, ни покупать на рынке даже, значит, тому, кто не перекрестится вот тремя перстами, вот, а только двумя, допустим, а если жалости ты, допустим, все-таки продавал, а потом узнавалось это где-то, всплывало, то тебя казнили за это, вот, без милости, вот, ну, если это священник, тебя не казнили, тебя просто лишали священства пожизненно, но если ты был не священного сана, то тебя казнили, без милости, вот, значит, и, понимаете, и люди говорили, все, Дух Святой покинул нашу землю, вот, удерживающий ушел, и печатаем Тихреста теперь три шестерки к ряду, на руку и на чело ложит человек, вот, когда крестится, то они говорят, вот, да, вот, и до сих пор я вот общался с такими старовляцами, беспоповцами, вот, и Часобинами, и Рижско-Гребенчаковская община, там, вот, на Аляске когда было, особенно, там, вот, много общин таких, да и по Сибири, матушке, там, до самого туда, вот, предела, до Дальнего Востока, там полно тоже всяких общин таких староверских, старовляческих, они еще при царе там осели, их, как бы, там, вот, знают, вот, они так верят, да, и, ну, это полуправда, неважно, какой конфессий человек, какой деноминации, там, направление, там, сектант, не сектант, неважно, если он думает, что, значит, на этой земле власть, значит, дьявола, то, ну, он сектант еще, у него еще не просвещенное мышление, на самом деле Иисус уходил, когда он сказал, да на мне вся власть, и говорит, на небе и на земле, да, в начале служения было все очень тяжело у Иисуса, да, там, князь Миросев пришел, и так нагло, вот, поклонись мне, я тебе все это дам, там, то есть, он еще права качал свои, но, уходя, Иисус уже все, он уже не церемонился, он сказал уже точно, мне дана теперь вся власть, на небе и на земле, идите, научите все народы, этому научите, погружая их, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, то есть, погружая их в сущность Отца и Сына и Святаго Духа, и когда я погружаюсь в сущность Отца, здесь, конечно, о крещении водном тоже говорится, но даже не столько о водном крещении, о погружении, как обещании служения доброй совести, а сколько о нашем постоянном, даже сейчас вот собрании, мы сейчас что совершаем, по сути, погружении в нашего Господа, в сущность Отца, Сына и Святаго Духа, Погружение в него. И как вот баптизу, вот я как раз на этой неделе преподавал, в Киевской здесь. Киевская, славянская, евангельская семинария. Вот как раз тоже рассказывал опять пример, приводил, который у нас в церкви. Приводил не раз уже с этими солеными огурцами. Вот. Кстати, вот, Алексей Иванович, вот, матушке Галине, привет огромный. Вот, очень вкусные аферочки. В прошлой неделе там передали мне баночку, очень вкусные. Я наслаждаюсь этими огурочками. Такие правильные, такие просолки, хорошие такие, ядреные такие, бочковые такие, настоящие такие. Аж дух захватывает, открываешь. Она умеет. Она умеет, да, вот там и чесночок, там и перчик, и все, все, все. Ну, перед моим чутким рукой. Ну, я к Жене. Вот, я как раз в семинаре там пример приводил, что я вот говорю, когда греки в древности, это они баптизо называли огурцы, да? Вот, для описания солений огурцов использовалось чаще всего слово баптизо. Ну, и для прокраски ткани тоже. Вот, во времена Иисуса Христа, до него, лет за 300 там, да и после него, тоже не меньше, там, 300, даже 500 лет, до того, как греческий язык в средние века стал видоизменяться, ну, и не только греческие, все языки стали видоизменяться, упрощаться. Вот, уже новый греческий язык пошел с того времени, потом, в средневековье уже. Вот, а древний язык, это на речи кое, использовалось баптизо. В современном греческом все просто, как бы там, даже в словаре любом читаешь баптизо, это погружение в смысле окунания, да? Вот, но в древности означало что? Погружение в смысле там пребывания и пропитывания этим всем. Вот, и для солений огурцов описание баптизо. Баптийские огурцы, это какие были огурцы баптизо? Те, которые прошли просолку полностью, которые мерят соль в себе уже, внутрь себя. Вот, и Писание нам говорит на Новый Завет, имейте соль в себе. Не просто на шкурке, там, да, а внутри себя имейте соль. Вот, и, да, а вот малосол, малосол греки не называли баптизо. То есть, это еще не были баптизо огурцы. Это баптизо те, которые уже прошли просолку, которые имеют соль в себе, внутрь себя уже имеют. Вот, интересно. Поэтому, когда Иисус говорил, что идите, крестите все народы, проповедуйте, крещая их во имя Отца, то есть имеется в виду не просто даже водное крещение, это хорошо, но имеется в виду погружаться в сущность Отца, Сына, Святого Духа, пропитываться им, Богом нашим, пропитываться Господом. Крещение во имя Иисуса Христа, это не просто произношение волшебных слов во имя Иисуса Христа, это хорошо, я тоже говорю так при крещении, когда крещу, но смысл погрузиться и пропитаться им. Вот Колоссянам, вторая глава, то, что Отец Елисей прочитал сегодня, замечательное слово, вот такое будоражущее, знаете ли, и протрезвляющее, очень сильно истрезвляющее слово, и там говорится о действительно полноте Божества, которая обитала телесно в Иисусе. А если Христос в нас, а мы во Христе, то совершается чудо, вот эта полнота Божества, да, она в нас, Бог в нас, и Бог через нас тогда, и в нас, и через нас. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо тебе, Боже Всевогущий, Боже, да свершится это чудо. Хочу напомнить, что когда вот пророчество звучало, да, когда Иисус родился, там было сказано пророчество, самое первое у Матфея вспоминается им пророчество, которое исполнилось, там много перечисляется пророчеств, исполнившихся в земной жизни Христа, но при рождении, вот Машеха, да, Христа, Спасителя нашего, Господа нашего, вот первое пророчество говорится, что седево в чреве примет, и ради сына нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Но буквально, вот опять-таки, Эмману, слово, Эммануэль, из двух слов состоящее слово, Эммануэль, Эммануил в русском звучании, Эммануэль, а Эммануэль это Бог, понятно, это Бог, Божество, а вот Эмману означает буквально растворенный в нас, выпитый, съеденный нами, вот это частью нас ставший, вот, потому что я говорю, что есть другое слово еврейское, похожее, оно даже пишется похоже, Этануэль называется, Этануэль произносится, оно означает буквально с нами, рядом с нами, близко, возле, поэтому если бы пророк хотел сказать именно, действительно, возле нас Бог будет, да, то рядом с нами, близко очень, он сказал бы тогда Этануэль, выразился бы, но в оригинале, в тексте, там именно Эммануэль, то есть он хотел сказать не просто Духом Святым, что не просто будет рядом с нами Бог, близко с нами, совсем близко, а внутри нас, раствориться в нас, и вот хороший пример, тоже, я не переводчик сам, но люблю слушать такие лекции, где переводчики с иллюстрациями какими-то такими, для меня это, ну, как бы, больше, как бы, даже порой убеждает меня, чем просто объяснение на словах, и вот вода, которая, допустим, в стакане или вот, или вот в бутылочке, по отношению к ней, вода моим, да, на еврейском языке, моим, вот, а если она вот возле меня, или в стакане, или вот в бутылочке, это этану, моим, то есть только лишь по отношению к ней, этану, слово, но если я пью ее, ваше здоровье, давай беру я, лехаем, говорят на евреях, за жизнь, будьмо, будьмо, это, там, это как раз у Товкисов гостил, и там маленький у них, малыш, там, говорит, а кто такие будьмо, батька там объясняет, ну, цед, душу поваживаю, говорит, да и надо, будьмо, все, будьмо, будьмо, да, аллилуйя, вот вода, которую пью я, вот она, это уже эман, просто, наверное, переводчикам, что дно было, как можно съесть Бога, выпить Бога, как-то, но, по сути, весь дальнейший Новый Завет, по сути, раскрывает эту тайну, весь Новый Завет, и сам Иисус говорит, что кто-нибудь будет есть меня, пить меня, в шестоглаве, читали там Иоанна, конечно, ученики там были в шоке, многие ушли, ну, почти все, вся его церковь, собственно, и покинула его, вот, печально, конечно, даже многие проповедники видят в этом, какое-то роковое такое, совпадение, да, шестая глава, шестьдесят шестой стих, они выявили, Иоанна, шесть, 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 как бы, это как бы напоминание о числе человеческом, что, ну, как бы, ну, красиво так вот, да, есть много всяких на эту тему, вот, проповеднических всяких таких примеров, вот, ну, на самом деле, вот, поэтому легко запомнить, что они ушли, и больше с ними не ходили уже, все, вот, жалко, хотя видели люди и чудеса тебе, видели там, и много всего, и такие пробуйте, хорошие слушатели, ну, лучше пастора для церкви вообще не придумать вообще, понимаете ли, они пошли в другой церкви, пошли в другие синагоги, разбрелись, ну, я не думаю, что они потеряли веру вообще, они просто соблазнились, приткнулись, осталось из всех учеников вот этих двенадцать, которых изначально он забрал, самым первым, вот, они остались, вот, но даже им Иисус предложил, если что, он понимал их, как бы, чувства религиозные, как бы, там, понимал, что-то очень трудно понять, то, что он им пытался, объяснить, хотя он предупреждает и говорит, что это слова, которые говорю я, это есть дух и жизнь, не поймите буквально, пожалуйста, друзья, но все равно, это прозвучало так, что было понято именно вот так вот, буквально, и люди ушли, но тем оставшимся он сказал, что вы тоже можете уйти, в принципе, то есть он не обиделся, то пожалуйста, у вас есть выбор, выбор, так вот, хорошее сравнение сегодня, отец Алексей сделал такое, с этим камнем на могиле, да, вот, в древности, пещеры эти закрывались этими камнями, да, на самом деле, есть выбор, либо завалить камнем все это, свою душу, свое сердце, да, значит, там, либо открыть, вот, те, что ушли, да, у них были вот эти камни, вот, закрытые были их сердца, эти-то тоже были, конечно, тоже ученики не на высоте, но с другой стороны, слава Богу, по крайней мере, их гробы были открыты, их сердца были открыты, хотя бы так вот, вот, и даже, даже Петр сказал, слава Богу за нашего брата, да, он, который нашелся, он, как бы, очень так вот, выразил мнение всех оставшихся, вот, хотя и не понимали во многом, и недоумевали, но он сказал, что ты имеешь глаголы вечной жизни, слова вечной жизни, пусть даже они непонятны сейчас нам, но это слова живые, настоящие, такое мы не услышим ни в одном собрании больше нигде, по всему Израилю можно пройти, вот, даже сами другие учителя, там, значит, там, да, дипломированные религиозные специалисты, они удивлялись, говорили, откуда у него это, вроде как, не заканчивал наши семинарии, ну, откуда у него все это, вот, и говорит он не как книжники, фарисеи, там, уважаемые религиозные люди, там, все, почитаемые авторитеты, а говорит слова жизни, вот так вот, и когда Иисус в нас и через нас проявляется, мы пропитываемся им, а он нами, то совершается чудо, по сути, вот, как вот, опять-таки, вспоминаю, этот рождественский гимн, рождественский песни, там, где вот поется, так, украинская песня рождественская. Ах, слово, очиє, слово, очиє, взяло нася ціло, в темностях земних, в темностях земних сонце засвітило. Христос родився, Бог воплотився, ангелы співають, царя вітають, поклин відають, пастри играють, чудо-чудо повідають. Вот это вот чудо, оно совершается, ну, две тысячи лет назад, это одно, но, вот, чем я восхищаюсь даже и в этой песне, что говорится о чуде, которое, по сути, совершается и сейчас, не просто тогда, а сейчас. Знаете почему? Потому что, действительно, каждый раз, когда человек переживает, любой из грешников этой земли, любой из миллиардов живущих на этой планете, неважно какой национальности, культуры, евреи, не евреи, неважно, религиозный, атеист, какой реликий человек, если человек переживает спасение, вот это духовное возрождение, принимает Иисуса Христа, как своего личного спасителя, Господа своего, то совершается чудо. Каждый раз, это как вот, вот, Рождество совершается, чудо, таинство продолжается. Два тысячелетия, по сути, продолжается таинство этого Рождества. И действительно, когда принимает человек Христа своим спасителем, то слово Отца, оно становится плотью. И в темноте земли, как бы, да, в темностях земли, солнце снова светит. В нас проявляется это чудо. Да, приветствую, пожалуйста, проходите. Вот. Да, здравствуйте, пожалуйста. Нет, брата. Вот, но вынужден тоже огорчить чуть-чуть, Виктора Отца опять не будет. Вот, тоже, и я уж сам уже расстроился, думаю, я уж только надеялся, что он будет сегодня. Вот. Ну, кифу будет. Сэрс Витчас. Сэрс Витчас, да. Слава Богу. Ну, дай Боже, может быть, наступную неделю, может. Да. Как-то хочется, или, может быть, среди недели придет, хотя бы, ну, надо же пообщаться, ну. А то я к нему с Венигородку соберусь, все, уже смотри. Я мертвя на ногу в этом отношении. Сэрс Витчас. Сэрс Витчас, мы вместе поедем. Ну, как? Вместе поедем. Да? О, все, договорились. Договорились, тогда вместе поедем, да. Вот, и навестим его, значит, там, и... Можно, кстати, даже так вот, инкогнито, без объявления так обрадуем. Нет, ну, конечно, надо созвониться. Да. А там, тем более, село там, да. Ладно. Вот, и тайна Бога воплощения совершается, да, в каждом покаянии, в каждом покаявшемся грешнике, в каждом человеке. Слава Богу. Так что, благословения всем вам, дорогие друзья, братья, сестры. И вот, тайна Божества, телесно, то, о чем было прочитано сегодня, как раз, вот, отцу Малисея. Вот, полнота Божества. Вот, я тоже всякие эти камни удаляю, убираю, погружаюсь, позволяю им наполнять себя, свое сердце, свою душу, вот, и погружаюсь в него, а он в меня. Я пропитываюсь им, Богом святым, а он пропитывается мною. Вот, таинство совершается, чудо совершается. Спасибо, Господи, за все. Спасибо за этот день, спасибо за это чудесное напоминание. Спасибо за слово Твое и тайна вот этого Бога воплощения. И я, тайна обитания Божества в теле. На примере Иисуса, в Его жизни земной, земном бытии, мы видим действительно вот это удивительное Бога воплощение. Бог явился во плоти. Боже, спасибо. И я знаю, что эти два тысячелетия, все эти две тысячи лет, действительно, твоя мечта та же. Бога воплощения. В простых людях, как в живых камнях этого огромного храма, третьего храма уже, храма святого в Господе, который уже два тысячелетия строится, на основании апостолов, пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, великий храм в Господе, Твое Бога воплощение продолжается, Господь. Начавшись два тысячелетия назад, до наших дней оно продолжается, и все больше и больше. Но ты хочешь несравненно больше того, конечно. Аминь. Вот, и друзья, вот это Боговоплощение. Каждый раз, когда я погружаюсь, ну, мне помогает, вот я делюсь вот опытом, допустим, да, мне помогает, вот рассуждение, приветствую, да, Авраама. Да, приветствую, слава Богу. Пожалуйста, присаживайтесь. Слава Богу. И мне помогает вот в этом погружении в Господа, да, причастие, вот эти последние месяцы, особенно последние годы даже и месяцы, особенно, вот, я размышляю над этим. И как-то, знаете, пробивается, пробивается вот источник воды. Как вот я вспоминаю, в Библии там описывается, когда там колодцы, которые патриархи вырывали, приходили враги и засыпали эти колодцы. Они не просто там плевали в колодцы эти, вот, они вообще засыпали их, чтобы вообще не было жизни, потому что в условиях пустыни, представьте, вот, в селе, допустим, колодец, да, вот, засыпать, ну, какого, а где-то воду доставать, таскать там, допустим, с реки или откуда еще. А то у тебя прямо во дворе колодец. А если засыпать его? Ну, и враги пытались засыпать колодцы, а потом приходило время, патриархи снова вырывали эти колодцы, снова очищали их. Я, хотя городской человек, родился и живу в городе, но несколько лет в селе прожил. Несколько лет прожил, вот, начало 90-х, в селе, в глубинке российской, вот, был там священником, вот, до 91-го года служил как дьяком, и по дьяком, дьяком. А в конце 91-го года, осенью, вот, да, стал священником и ереем, и меня направили на мой первый приход. Вот, я первый раз в жизни оказался так в селе, вот, не просто там, а вот именно, жить надо, вот, так интересно было, чудно, конечно, все это было. Вот, да, значит, и всякие села были, там, порой, приветствую, вот, здравствуйте, приветствую, присаживайтесь. Вот, да, можно здесь, пожалуйста, да. Вот, и пока в селах жил, то я же там всю Рязанскую область объездил тогда, вот, и там такой насмотрелся, что кино такого не увидишь, знаете, вот, село и село. Вот, и там такие села, такие глубинные есть, пожалуйста, там, там 150 километров или сколько, или 200 километров, там, до Москвы, казалось бы, там, рядом, вот, на границе с Московской областью, Рязанская область, село, а там земляные полы. Именно земляные полы, дома, вросшие прямо вот в землю, по самые окна фактически, потому что я понял, что вырывалась, вырывалась, вырывалась земля, и топят бабушки по-черному. Я никогда, я слышал об этом, там, ну, там, и у Васоцкого, там, что-то, банька по-черному, кто-то, но, как бы, в жизни реально не видел такого никогда. Я вот говорю, что зашел в одну такую, первый раз, а, я такой молодой, священник, деятельный такой, был очень активно, чрезвычайно. Вот, значит, в первые же дни все село обошел, то есть я так, там парень один помогал мне, молодой, он сейчас там священниками, кстати, слушает, а не, он сейчас, кстати, в Украину ехал, да, вот, и к православной церкви в Украине сейчас он относится. Вот, значит, тогда он там помогал мне. Значит, и, представляете, значит, и в первый день прошелся по селу, я говорю, вот, веди меня по всему селу, где там, какие дома там, ну, видно, заколоченные, какие живые дома, вот. Вот, в основном, бабушки живут, дедушки, в основном, бабушки. Вот, значит, и зашел в один дом, значит, а там, вот, как фашистская душегубка, вот, вот, прямо с порога, вот, у меня сопли слезы сразу, прям, дышать невозможно просто, дыхание просто скверло. Вот, все, значит, я, я быстрее выхожу, кашляю и не могу, и бабушка говорит, быстрее выходите. А они такие спокойно сидят, что там, судачат и говорят, батюшка, заходи, какой быстрее вы выходите на свет божий, да, хоть подышите воздухом. А их уже ничто не берет. Их уже все, там, они прокопченые колбаски такие, мыслевские, да, какие-то копченые, такие маленькие, есть такие. Они такие поджарые бабушки, копоть уже такая, копченая колбаска, значит, вот, их уже ничто не возьмет, там, да, даже ядерная война не возьмет уже. Вот, и, значит, они уже привыкшие всю жизнь, там, там, то есть, печка вроде как есть какая-то, да, грубка, или как там назвать, забыл ее уже. Вот, значит, а трубы нету вообще, трубы, все в дом, все в хату, и стены такие, они там, раз в день, говорит, подмывают, эти стены так слегка, так, жуть. Вот, значит, там всяко насмотрелся, вот, значит, да, значит, и при том, это не просто уникальный случай, я говорю, этому, а, я говорю, как бабушки живут, это вообще, это свиневиковье, а у нас полсела такие, говорит, домов, вот это, да, думаю. Да, ну, ладно, и всякое насмотрелся, примеров очень много интересных, таких было для меня, вот, диковинных, допустим, такие дороги, там, такие живописные, вот, ну, как для художника, для меня, там, грязи такая, такая жирная грязь, такая черная, такая, чем назем, вот, значит, да, и лужи блестящие, и грязище, ну, ужасно, но красиво, конечно. Вот, значит, и для автомобилиста ужасно, но и для пешехода, а для художника красиво, художника, вот, и меня очень сильно впечатляло, что вот, вот эта черная земля такая, да, прям, жирная, вот, такое, ощущение, что вот хоть на хлеб нам ошли, вот, вот, такая черная, вот, значит, и много гусей, Птица идет, гуси, гуся такие жирные, важные такие вообще, вот, значит, и чистенькие, беленькие, хоть по что вообще. Надо же, по такой грязьютке они идут, и такие жирные, красивые, такие, вот они вот слегка, раз, так, чуть-чуть перышками, и грязь с них слетает, и все, как говорят, как с гуси вода, ну точно, и грязь, и ничего не липнет на них. А другая птица идет, там же, в этом же стаде идет, и она какая-то такая непонятная вообще, и грязь на ней какая-то там, и все, ну видно, что птица какая-то нездоровая. Они под ним, под ним лужем идут, значит, но вот реакция у всех разная. Да я тоже так стал понимать, что надо же, ну дело не в грешном мире, дело не в том, что снаружи, а дело в том, что внутри нас. Если духовно здоровый христианин, даже, думаю, попадет там, какая-то грязь, раз, махнулся, и все, и чистенький, он идет жирненький, красивый такой, помазанный, как христианин. Вот, значит, а вот, а если, значит, такой, то уже, как говорится, нечего пенять на лужу. Да? Да. Слава Богу. Да. Слава Богу. Вот. Вот, и по поводу колодцев, для меня был такой хороший пример тоже, в другом, правда, сереже, не на первом моем приходе, там, значит, колодец и вода там, ну такая вот, тухлая, и давно не пользовались этим колодцем, а старые там бабушки рассказывали, что когда-то, ну там, он прям вот, где церковная ограда, этот колодец, когда-то еще там, ну, девками помнили, там была очень хорошая вода, люди издалека приходили, вот, и вообще там, ну церковная вода считалась, как бы, значит, колодец такой чистый, да, вот, за каждым так стал, что вообще. Короче, там несколько дней только там разгребали весь этот, доставали мусор, значит, там, и все, вычищали грязь, там, ой, ой, там мужики взялись помогать, видите, что, значит, там, и вытаскивали все там оттуда, вычищали. И вот один был выход исцелять этот колодец, как? Просто черпать, черпать, днями качали воду, черпали, черпали, качали. Вот, да, поначалу вода была плохая, первые дни там, да и недели там было плохо все, а потом через, там, даже какое-то время, там, нормальная, вроде, вода, уже можно ей было где-то пользоваться, там, ну, где-то уже через полгода, что-то или столько, там, время прошло, уже даже и нормально было пить, и все, запаха этого, душка этого не было уже такого, который был поначалу, там, такой, какой-то, воняло жижи. Вот, то есть, вот, исцеление колодца было такое, просто черпать, 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 вот, и блажение давать, Иисус говорил, да, нежели поднимать. Вот, вот, мертвое море, говорит, почему оно такое, да, мертвое, потому что туда впадает что-то, а из нее ничего не вытекает. Вот, и действительно, вот, жизнь верующего, я тоже рассуждаю, Дух Бога Святого, он поселяется верующим в сердце, но если не отдавать, не проистекает вода через тебя, да, то она, манна гниет, тухнет, вода живая. Вот, и колодец твоего христианства становится очень, ну, непригодным, ни тебе, ни окружающим, тем более. Вот, неинтересно, ты-то сам, говорит, воничь уже находишься тогда, значит, не понимаешь, что потухло уже, это манна. Вот, выход один, то, что есть, давай. Я понимаю, что, вот, я по своему христианству служу, когда давно, давно проходит время какое-то, допустим, да, я себе поймал, что я не молюсь за исцеление какого-то человека, да, не привожу людей к Иисусу, значит, там, то чувствую, вот, душок какой-то нехороший появляется внутри, вот, что-то тухнет внутри уже, вот, вот, эта манна, которую Бог дает на каждый день нам служить людям. Сегодня тоже, вот, хочу покаяться тоже, кстати, вот, в собрании, вот, сегодня утром я, значит, ехал в метро, сюда пораньше выехал, вот, и, и тоже было побуждение, позыв был, такой позыв у меня сегодня, вот, прямо в метро, там, в вагоне прославить Бога. Вот почему Иисус, я понимаю, почему Он послал по двое, потому что по одному часто вот так вот, как бы, такие сбои бывают какие-то у верующих, вот, да, какие-то там, думаешь, вот, а что люди скажут, вот, прямо от Лесовой я ехал, от станции Конечной, Кенцеева, все, значит, там, народ собрался, как раз, я думаю, вот, сейчас я хочу спеть, как раз, вот, Валерий Коро по песне, вот, вот, Иисусу Славу спою, думаю, до станции Днепрова, у меня там несколько станций, замечательно могу спеть, там, слово сказать. Я уже настроился даже на молитве, пока там, в парке Геота прогуливался, сегодня молился об этом, вот, но когда сел, как-то все недовольны, как-то все какие-то сумрачные, ну, ладно, Библию почитает, начало, на Черниговском почитал, думаю, да, да, мне задал, короче, так и до Днепра доехал, так и не встал, потому что там уже народу побольше пришло уже, думаю, они вообще, думаю, ну, ладно, короче, наступного раза, думаю, вот, а потом уже рассуждал, что, ну, мана-то потухает, вот, как бы, Бог-то дает слово для людей, спеть, а кому-то, может быть, этого утречка, он бы как раз по заранку бы услышать, что Иисусу Слава самое то, как раз, да, вот, поэтому все-таки, Иисус там мудрым поступал, там, по двое посылая, чтобы, ну, друг друга так вот поддерживали, как вот у Исаии пророка говорится, каждый говорит ближнему своему и товарищу своему крепись, да, вот, подкрепляет каждый свой ближнего, слава Богу. Но и один в поле воин, конечно, когда Господь, знаете ли, да, подкрепляет нас, как, там, в еврейской общине пели песню, эту перефразировав, «На медведя выйду я, на медведя выйду я, даже без испуга, если с Богом буду я, если с Богом буду я, а медведь без Бога». Но, как бы то ни было, конечно, все-таки лучше двоем благовествовать, я тоже замечал много раз, замечал, подмечал, вот, но личное, индивидуальное благовествие, когда один-то, то проще, конечно, не на куплике, не на предвсеми, а вот проще, конечно, вот, один-на-один с кем-то, допустим, да, свидетельствовать кому-то, так вот, это да, это проще всегда, вот, а так вот выйти, ну, не всегда получается, вот, был такой в Украине, такой был герой, проповедник, который, вот, за словом в карман не лез, и вот он, как бы, правда, много врагов нажил себе за это, Рябошапка его звали, фамилия, Рябошапка, вот, да, значит, кстати, в Белой Церкви я общался когда-то, там, с его потомками, приезжали его внуки, они сейчас в Америке живут, внуки, там, Рябошапки, проповедника, который еще до революции, но эти внуки уже пожилые уже люди, он, еще он, получается, в конце 19 века, наверное, да, проповедовал там, как раз тоже и в Киеве здесь, значит, и где-то еще проповедовал, его полиция арестовала много раз, жандарма арестовывали, он при царе, он сидел, значит, и не раз сидел за проповедь Слова Божьего, такой был евангельский верующий, он был обычный, обычный православный когда-то, мужик просто, да, в селе жил, но потом он покаялся, уверовал, и вот он признавался, интересно, вот внуки приезжали, когда рассказывали, свидетельство тоже его, о деде своем, ну, о нем книги даже написаны, и украинское могут уже издания в Канаде, там есть даже и общество Рябошапки, вот как раз вот издание есть, вот, значит, библейское там такое, издание свое, и, значит, и эта Рябошапка, это старший их дедушка, он, значит, когда пережил возрождение, да, он дня не мог прожить без, ну, не проповедуя, и даже когда его там, его в очередной раз арестовали, арестовали, допрашивали, значит, и строго-настрого наказали, что проповедовать запрещаем, короче, если еще будет один привод в полицию сейчас, то уже пойдешь в Сибирь, вот, надолго, в Сибирь, матушка, туда, вот, а ему хотелось проповедовать, он приехал на рынок, как раз вот, по-моему, не то в Белый Церкви, не то здесь в Киеве было дело, я вот не помню точно, ну, где-то здесь в Киевщине, значит, и он взял Новый Завет, там, тайконы, что-то, они издавали, и он решил так, а за ним сегли, и были осведомители, и, значит, там, если что, полиции сообщим сразу, и он, значит, там, что делал, бывало такое, просто, значит, на рынке шел, допустим, и Новый Завет на землю бросал, и орал, а он, мужик здоровый такой был, борода лопатой, здоровый не обидел Бог, он, короче, как труба ерехонская, на эту сторону, туда кричит, значит, люди, короче, значит, ну, чья книга, короче, что-то, ну, шум поднимал, народ, ну, на рынке, что произошло, что, мало ли что, народ собирался, мужик вопит какой-то, значит, люди говорят, чья книга, а кто знает, почему, чья книга, есть кто грамотный, кто может читать, ну, кто такой, ну, я, допустим, иди сюда, ну-ка, давай, что это за книга, да погромче, чтобы народ, ну, говорит, новый завет, говорит, там, Господа нашего, Иисуса Христа, ну, и что, да, не читай, короче, это что-то объясняет, другие, да, это ерунда какая-то, ну, короче, он, значит, нам просто проповедь, он просто-просто беседует с людьми, вроде, и не могли мы к нему прицепиться, он вроде не проповедует, вроде читает другой человек вообще, слово, не он читает, вообще посторонне, с улицы человек, а кто еще может читать, повнятнее, вот, я могу, иди сюда, бери, короче, читай, голоскишек, короче, вот, он читает, значит, и он, в принципе, не комментировал, он делал так, что люди сами комментировали, кто за, кто против, значит, кто воздержался, значит, что почем происходит, вот, так вот, и потом, до Десени было же до Армского управления, когда вот Одесская, вот этот, Решетников, кто-то еще из историков баптистских, в Одессе, издавали книги, украинская, а, Российская империя и украинские баптисты, как-то так называлось, вот, как раз вот брали архивные материалы, еще 19 века, донесения в жандармское управление, значит, что, значит, Ребошапка, там, кто-то еще был там, проповедовал, нет, не проповедовал, но, говорит, он провоцировал, что люди сами, короче, проповедовали, значит, на рынке, что, юридично он был, да, да, юридично он был, как бы, невиновен, он не проповедовал, просто он, как бы, так вот, да, это, я про Ребошапку еще что-то вспомнил, в церкви, вот, Паремога, да, победа, значит, у Генри Мадавы, значит, там одна женщина, тоже так вот, она хитрила немного, сама, говорит, я, говорит, стесняюсь, так проповедовать, вот, вот, решила такой вывод, выход сделала, нашла, набрала там молитвы покаяния, там у них там, издание их церкви, значит, и, говорит, по улице иду, ну, ну, пожилая сестра, идут по улице, и, значит, кого-то там, ну, вижу, человек не очень спешит сильно, и говорю, молоточек, можно вас на секундочку, а что случилось, бабушка, да вот, прочти, пожалуйста, мне, что здесь вообще написано, ну, молитвы, покаяния, там, ну, а дальше, что там, ну, короче, ну, там, Отец Небесный, прости, там, и грехи мои, что-то, и что-то, ну, ну, наверное, молитва, ну, Богу, ну, дальше, прочитай, пожалуйста, короче, он все читает молитвы покаяния, и объясняет ей, чаще всего неверующие, для верующей объясняют, значит, ну, смысл покаяния вообще, как бы, вот, а кто такой Иисус Христос, да, ну, наверное, тут, ну, ладно, а дальше, что там адрес церкви написано, ну, говорит, ладно, молодой, оставьте себе, это, может вам пригодиться, а у меня еще, у меня еще есть, вообще-то, забирайте себе, вот, спасибо, спасибо бабушка, вот, самое интересное, прошли какие-то два месяца, она рассказывала, что тоже выходила, я у них там преподавал в школе библейской, она выходила, рассказывала, что, говорит, прошло несколько месяцев, и вот уже, встречая некоторых молодых людей, у них собрание в церкви, которое благодаря, я тебе спасибо, вот, как бы, благодаря, вот, в вашей такой методике, что, что остановили меня на улице, вот, дали мне молитву, покаяния, говорит, я, потом все, расстались, а я все думал и думал, значит, что, как бы, ну, интересная молитва, как бы, вот, и потом, а почему бы не зайти, значит, вот туда, по этому адресу, ну, ладно, и сказано, сделано, человек пришел, там, все, вот, так что разное есть, а другой, там, брат рассказывал, ну, он, правда, неправильно поступал, ну, по-своему, там, бывший карманник покаялся, значит, который, значит, на Бесарапе, где-то он еще там промышлял, ну, его знали все, значит, свои, там, эти, медиционеры, там, от него кормились, там, ну, такой был, пройдуха, значит, и он покаялся, а покаялся, там, в собрание, просто пришел в церковь воровать, ему сказали, там, подсказали, что там наводку сделали, что там в собрании, там, люди все, они, как бы, в такой эйфории, там, руки поднимают, аллилуйя, можно, короче, там, там, да, совершенно, да, значит, и, значит, он пришел там воровать, а там, значит, там, Божий Дух так коснулся его, что он, короче, там расплакался, весь в соплях, слезах, вышел, значит, на сцену покаялся, Бог освободил его от этой криптомании, это и вообще, он воровал, надо не надо вообще, просто ради специализации, как бы, значит, повышения квалификации, как бы, вот, значит, порой, значит, не то, чтобы ради, там, прибытка, значит, но, самое интересное, потом он рассказывал, свидетельствовал, что, значит, что хотел благовествовать, а стеснялся вот открыть, значит, как бы, и один, допустим, трамвай, и он по старой памяти ходил, значит, там, брал эти маленькие покаяния, всякие там тракаты, и по сумочкам, и по кошеликам, и, короче, в курточку, раз, там, в кармашек, пройдусь по вагону, и многим распихают, так раз, чик-чик-чик, они не заметят, короче, дома уже обнаружат находку такую, вот, интересно так вот, а еще, как-то, я назрачил, раз, там, раньше шпаровал, теперь старался уже, черное перемене убило, как? черное перемене убило, да, да, убило, да, еще плюс еще, кстати, даже денежку стал, значит, вот, помогать, видишь, бабушка, там, видно, что бедно одета, раз, там, там, тогда, 10 гривен, тогда были деньги, тогда, раз, книжечку, молитву похороненную, денежку нашли, и туда, и, короче, чтобы она, порадовалась, вот, и молитву, и, значит, и, такая, да, денежка такая, да, к ней, вот так вот, так что, Господи, да, не умолкайте, потому что это сравнится, как с живой водой, сравнивается, вот, с таким потоком живой воды, вот, и, Боговоплощение, оно имеет вот этот смысл, как раз, именно, чтобы Бог хочет и нас спасти, и через нас, вот, дальше действовать, слава Богу, хотя Бог может, конечно, и без нас спасать, но, так усмотрел, что не через ангелов, не через что-то еще, Он хочет через простых, живых людей, совершать свое спасение, в этом мире, совершать чудо, вот, благовестие, поэтому, и вам сейчас, обращаюсь ко всем присутствующим, ну, и кто там подключился, я вижу онлайн тоже, да, что, о, вы напоминающие Господи, не умолкайте, аминь, слава Богу, пусть Господь благословит, а то, иначе вот, эта благодать, эта манна, она, ну, вонять начинает, тухнуть, и манна к ней, делиться надо этим, всегда, по своему христианству, о, здесь уже, Менхи Цедек, ага, привет вам, значит, мир вам во Христе Иисусе, аминь, это, по-моему, брат, как раз Дальнего Востока, пишет сейчас, представляете, аж, где там Дальний Восток, вот, где там, значит, тот Бам, значит, и Дальний Восток, и где вот, Киев, но для Бога, для Божьего Слова нет, сейчас преград, слава Богу, что Господь дал так вот, интернет, вот, и возможность такую, вот, даже интересно, не только в молитве, а, Приморский край, пишет, да, Приморский край, так что привет там с Приморья, вот, я там бывал, и вам привет огромный с Приморья, с Киева, с Киева, с берегов Днепра, да, и планирую тоже быть в ваших краях, вот, в этом году, даст Бог, потому что там рядом как раз Корея, вот, и, значит, планирую там как раз Владивосток находкой, и дальше вот это Южная Корея, ну, и даст Бог Сахалин тоже остров посетить, аминь, передам, да, слава Богу, хорошо, вот, и слава Богу, что братья подключаются, тоже, братья, сестры, кто имеет возможность, в интернете, в 6 утра не ленитесь, подключайтесь, подключайтесь, и делаем хлебопреломление, причастие, свидетельство, да, по киевскому времени, в 6 утра по киевскому времени, да, вот, в 6 вечера, сегодня в 6 вечера буду подключаться, вечером не всегда получается у меня вечером подключаться, хотя, если нет никого, если гостей нет, то я подключаюсь, вот, хотя, даже думал так, что порой, что, в интернете, да, в интернете, да, даже если гости есть, все равно, наверное, стоит подключаться, Просто Кифа, вот, допустим, завтра приезжает, возвращается в Киев, вот, и утром, если он рано-ранеконько приедет, то тогда мы успеем даже вместе с ним, вместе на утренней молитве. Если не так сильно рано приедет он, то тогда уже после утренней трансляции мы с ним сделаем еще трансляции, специально так вот выйдем в эфир, тоже так вот, потом все это сохраняется, все эти записи не сохраняются там на канале Ютуба. Вот, и, значит, с Кифой вообще хочу так до обеда, завтра плотненько так вот поговорить обо всем, по таким темам как раз вот именно, вот, и о исцелении, освобождении, благословении. Мы с ним вот на днях вот очень хорошо пообщались, слава Богу. Да, а потом в следующее воскресенье, даст Бог, живо-здорово будем, он будет у нас здесь в следующее воскресенье Кифа. Вот, делиться словом, а потом мы с ним вместе туда, в Мисту Лево отправимся, да, во Львов. Вот, и уже воскресенье третьего, получается, березня, да, марта? Да, березня, 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 вот, я еще название месяцев не очень, вот, запоминаю. Знаешь, тут лютый такой есть. Так украинский добр уже разбавляет. Дякую, дякую, мне еще запасло пополнить, и понимать откуда что. Ну ты это же ладно, ну да, распилай. Дякую, дякую, дякую. Вот, в украинском проще, на русском говорить проще, а украинским петь, потому что в украинском там не надо даже напрягаться, просто выдыхаешь, и она сама поется. Все, сама мама такая, что она сама поется. Вот так вот. Так что, друзья, и уже третьего вот этого березня буду там во Львове проповедовать у них в церкви. Вот, молитесь тоже за поездку этого, вот, туда во Львов. И вообще с Киевом мы говорили о том, что служение там будет не просто от случая к случаю, а уже такое постоянное служение на постоянной основе. Вот, и будет Киев, скорее всего, его сам и вести, и братья будут помогать. Вот, слава Богу. В том числе, там и брат один, там Иван Левко, баптист, будет тоже проповедовать там у них как раз, помогать. Вот, так что, это будет межконфессийное еще такое собрание такое. Слава Богу. Слава Богу. Да, пусть Господь благоставит вас всех во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Помолимся, друзья. Отец, я благодарю Тебя за этот день, за обновление милости Твоей. Благодарю Тебя, Господь. Действительно, этим утром обновилась милость Твоя, Боже. Ты обновляешь, Господь, милость Свою и любовь Свою к нам. Каждодневно, постоянно, ежечасно. Боже, в Тебе есть это вечная любовь, вечное движение, Господь. Вечное это пробуждение. Боже всемогущий. Весна это вечная. Но, Боже всемогущий, Господь, в утренний час мы более восприимчивы. И в собрании, Боже, мы действительно становимся более восприимчивыми к действию Твоей благодати. К этому обновляющему, Господь, Боже, началу. Боже, благослови нас, Господь. Боже, и действительно, вот это таинство Бога воплощения, которым мы рассуждали сегодняшним днем и рассуждаем, молимся. Боже, пусть действительно Слово Твое становится плотью в нас и через нас. Пусть действительно таинство Бога воплощения, оно совершающееся на протяжении уже двух тысячелетий, сегодня в наших судьбах, Боже, свершится больше и больше. Пусть действительно, как вот Отец Алексей говорил на молитве, чтобы вот эти камни были отвалены. Чтобы действительно Твоя благодать, она беспрепятственно приходила в нашу судьбу. И вода, которая в нас приходит, Ты говоришь, что она в нас станет колодцем этим, источником воды, текущей в жизнь вечную. И тогда действительно верующий в Тебя никогда не будет жаждать и никогда не будет голодать, алкать. Потому что, Господь, вода в нас превращается в источник воды. Не просто от случая к случаю напиваясь Твоей животворной влаги, но, Господь, происточая ее. Боже, пусть колодцы нашей души, нашего сердца будут расчищены, Господь Божий, освобождены. И пусть эти потоки, реки, исцеление, освобождение, благовестие, они происходят беспрепятственно, все больше и больше. И даже если, по первости, мы еще и такой с душинкой, и тухлую чуть воду даем. Но, Боже всемогущий, я знаю, что по мере того, как будем давать и блажение давать, нежели принимать, действительно это правда, это сущая правда. То это действительно будет живая вода, животворная, по-настоящему, без всякой примеси, без всякого душка иного, Господь, плоти человеческого. Но, Евангелие, Господь, Твое живое и действенное Слово. Слава Тебе, Господь! Благослови народ своим миром, Боже, пусть напоминающие о Тебе не умолкают, Боже всемогущий, пусть народ Твой, Господь, Боже всемогущий, действительно Слово Твое несет погибающему человечеству, Боже, окружающему миру, Боже. И пусть проистекает Твоя благодать в нас и через нас, Боже, потоками вокруг, исцеляя все и освобождая от бесов, исцеляя больных, очищая прокаженных, воскрешая все мертвое, Боже во имя Иисуса Христа. Аминь, 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 аминь. Пожалуйста, присядьте, друзья, братья, сестры. Аллилуйя! Можно Максим тоже сделать опять так же? Да, да. Что случилось? Что делать? Аллилуйя! А, получится дотянуться? Там кнопочка такая, как подчиняется. Вот это? Да. Вот это? Это можно. Да, да, да. Вот, вот тут рассуду. Чтобы я проеду. Вон она. Алля, разбивай, пожалуйста, нам, вот сбок, вон она. Ну, я туда тянусь, нет? Вот это? Ладно, давай, я... Я еще сидеваю. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. 60.